День с толком в студии Андрей Дрейер На территории девяти домов Барнаула ввели режим повышенной готовности. Что это такое и как там живут люди? Латинский микс, ча-ча-ча, вальс. Как в Барноле прошел танцевальный фестиваль «Солнечный бал»? Паводковая ситуация в крае остается нестабильной. Прибывающая вода буквально вчера встревожила жителей Бийска. Уровень Бий в районе Наукограда превысил критическую отметку в 500 сантиметров. Тем временем МЧС продолжает обустраивать дамбы и разворачивать пункты временного размещения. Подробности далее. Это кадры из Горного Алтая. Из-за обильных дождей в конце апреля там резко поднялся уровень воды в реках. Подтопило 108 приусадебных участков. Эвакуировали 49 человек. И хотя уже 1 мая вода пошла на спад, ущерб от подтоплений составил больше 70 миллионов рублей. В Алтайском крае в зоне риска несколько районов. 3 мая в Бийске вода в реке Бия поднялась до критической отметки 521 сантиметр. Причин несколько. Это подъем уровня самой Бии и коренной воды. Обильные дожди тоже сыграли свою роль. Полностью затопило пляж приусадебной участке. Под угрозой оказались несколько десятков домов. Желающим эвакуироваться предоставили жилье в пунктах временного размещения. Помогали вывозить те, кто хотели эвакуироваться, люди, вещи. Но в основном я могу сказать так. Люди эвакуируются, отказываются. За последнее время мы вывезли только одну семью. Одну семью, два человека, которые захотели убыть от места возможного подтопления. МЧС продолжает работу. В течение последних двух суток все подразделения, полиция, поисковые отряды работают в повышенной готовности. Чтобы не допустить возможных подтоплений, сдерживают воду в районе дамб. Ребята просто молодцы. Они спасли все вот эти дома. Вот возвели еще наливную дамбу. Дамба сочится. Чтобы пропустить паводковые воды, 3 мая демонтировали понтонный мост. И уже сегодня утром уровень би в районе города составил 437 сантиметров. Это на 50 сантиметров ниже критического. Высокий уровень воды наблюдается и в Заринске. Там по улице Некрасова тоже укрепили дамбы. Тем не менее, подтопления есть. На сегодня они зарегистрированы в селе Красногорском Красногорского района и в селе Ельцовка Ельцовского района. От большой воды пострадало 35 приусадебных участков и 2 участка дорог. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска по потоплению, под контролем и при участии сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ведутся активные подготовительные мероприятия. Обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях. Организовано постоянное информирование граждан, круглосуточный мониторинг уровней воды в крае. В МЧС напоминает, если ваш дом попадает в зону возможного потопления, следите за информацией в СМИ или на информационных стендах. Обращайтесь к сельским старостам и выполняйте рекомендации местных властей. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. На придомовых территориях 9 барнаульских домов ввели режим повышенной готовности. Такое распоряжение подписал мэр. Все перечисленные дома находятся в аварийном состоянии. Что это изменило в их положении с появлением нового документа? Как в них сейчас живут люди и что они думают о новом статусе? Как это все рушится, они просто стали опасны. Люди заколотили и перестали ими пользоваться. Вообще здесь были балконы. В доме живут еще с 47-го года прошлого столетия. Он осыпается на глазах жильцов. Видимо, поэтому на его территории ввели режим повышенной готовности. Готовы должны быть специалисты администрации железнодорожного района к любому развитию событий. Соколь был фактически разрушен от отопления. Батареи текли и размыли нижнюю часть здания. Пришлось его восстанавливать, наращивать до верхней части. Ну, фактически верхняя часть дома парит в воздухе. В квартире Ольги Шамне, старшей по дому, зимой промерзают стены, потому что с наружной части дома крошится кирпич. Но долгие годы к родственникам ходили не только греться, но еще и душ принимать. Это эконом-класс. Называется «Уголок душевой». Сделали своими силами, благодаря моему сыну. Представьте, в 14 лет мы, как сказать, смешно, запчастями мылись. Тазик поставишь, он побольше, на стул тазик поменьше. Возможно, они переселятся дому на северо-западной 11. В этом должен помочь режим повышенной готовности. В мэрии говорят, что новый статус домов обязывает администрации районов провести дополнительное обследование. Формируется проект муниципального контракта на соответствующее обследование, по результатам которого будут приняты дальнейшие решения о судьбе как самих домов, но и так жителей, которые проживают в этих домах. Если окажется, что жить здесь нельзя уже сейчас, жильцам дадут другую квартиру. Если нынешняя не приватизирована. Если квартира в собственности, дадут деньги на новую сумму, высчитают из средней стоимости квадратного метра по Барнаулу и умножат на площадь жилья в собственности. Правда, Ольга Шамне говорит, что для нее сумму компенсации посчитали меньше, чем необходимо. Рассчитав среднюю стоимость за квадрат ниже, чем на рынке, в 41 тысячу рублей. Вопрос уже решается в судах. Андрей Дреер, Николай Шелко. День с толком. В продолжение темы. В ближайшие пару месяцев в Барнауле снесут 4 аварийных дома. Речь идет о зданиях, находящихся по адресам Фомина 62, Анатолия 96, Водопроводная 74 и Хлебозаводская 12. В последний рабочий день апреля комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула провел аукцион на снос домов. Цена контракта – более 4 миллионов рублей. Наша съемочная группа на днях побывала в одном из этих домов. Здание по адресу Фомина 62 построено еще в 1934 году. В 2013 его признали аварийным. Степень износа более 70%. И его уже начали разбирать энтузиасты. Однако там до сих пор проживает один собственник. Это пенсионер и единственный житель, который не согласен менять свой барак на маневренный фонд. Маневренный фонд – это силикатная 5. Там такой же аварийный барак стоит, но он немножко получше, чем этот. Там клоповник, самый натуральный. Я ездила, туда смотрела элементарно. Мы так и болтаемся между небом и землей. Нагрузка на российские дороги возросла в 3,5 раза. Если 35 лет назад число машин в стране едва достигало 13 миллионов, то сейчас эта цифра уже перевалила за 60 миллионов. Отсюда трещины и выбоины. Но причина разбитых дорог не только в увеличении нагрузки. В чем же еще, расскажет Валентина Аскерова. Барнаул с высоты птичьего полета. Красив, но чуть ниже, недостатки заметнее. Главное из них – состояние дорог, особенно после зимы. Здесь даже не щебенка. Тут строительный мусор, кирпичи. На что у жителей денег хватает, тем и засыпает. Огромные ямы в Барнаульском пригороде привычны. На улице Партизанская асфальта не было. Лет 40. Здесь подвеска отсутствует. Вон автомобиль, подвеска отсутствует. Почему? Да потому что здесь ездить невозможно. Мы ездим на машинах, мы платим транспортные налоги, мы платим все. А ездим мы не по дорогам, мы ездим по направлениям. Единственное, по словам жителей, одетое в асфальт улица Мамонтово, что проходит через администрацию. Ее капитально отремонтировали 4 года назад и латают каждую весну. Но этому есть объяснение, особенно межсезонье. Основное воздействие у нас проходит, получается, от воды. Вода, попадая в трещинки небольшие, соответственно, под воздействием низкой температуры расширяется. Тем самым расширяется сама трещинка. И под воздействием ударной силы колес проезжающих автомобилей уже трещина увеличивается, затем перерастая уже в выбоину, но затем, соответственно, в яму. А значит, нужен водоотвод. Асфальт быстрее просохнет и будет целее. Но с ливневками в Барнауле и других населенных пунктах не все так здорово. И это не единственный негативный фактор. Если мы верхний слой переложим, допустим, на какой-то этой дороге, она будет долго стоять, потому что тут ездят только легковые автомобили. Если мы тоже самое применим конструкцию на, допустим, том же Комсомольском проспекте, допустим, Калинина, Космонавтов, эта же конструкция разрушится буквально через 2-3 месяца, потому что она не соответствует тем нагрузкам. То есть возросшие нагрузки, более тяжеловесные автомобили, материалы остались те же, технология, допустим, тоже особо не изменилась. Возможно, возросшие нагрузки убивают и асфальт на Волтайске. Вопреки запрету здесь гоняют тяжеловесы. Микро-йод дорожник без дорог. Ремонт последний раз был вот небольшого участка у нас вот здесь, вот возле остановки, благодаря сайту «Убитые дороги». Но отремонтировали буквально метров 10, не захватив близлежащие ямы. Постоянно звоним, спрашиваем, нас обещают, кормят каждый год, что на следующий год будет ремонт. Вот ее как положили, ее не ремонтировали ни разу. Начиная с 2017 года и на городском собрании, и на комиссии по жизнеобеспечению, да, и делал много депутатских запросов на имя главы города о том, чтобы включили данную улицу в программу «Безопасные и качественные дороги», но были все отписки. Обещали, обещали, ну и говорили, как всегда, вы держитесь, но денег нет. В этом году деньги на ремонт некоторых дорог на Волтайском найдутся, как и для ряда других городов. Общий объем, если мы говорим с городами, и с дорогами регионального межмуниципального значения будет порядка где-то 820 километров. По городам распределенный объем, допустим, там, около 7 километров на Волтайске, 11 километров в Бийске, более 20 километров в городе Барнауле будет выполнено. А в Рубцовске готовы отдать под ремонт каждый километр. Его магистрали давно в антирейтинге убитых дорог страны. И даже после визита миндранца в город ситуация резко не улучшится. Проблема таких муниципалитетов, как Рубцовск, в том, что собственных средств на приведение в нормативное состояние дорог нет и никогда не будет. Наша администрация смогла выделить только на ямочный ремонт 20 миллионов рублей. Последние три года правительство края выделяет Рубцовску дополнительно 100 миллионов рублей. А привести улицы в порядок помог бы миллиард. Но такая сумма для относительно небольшого города за гранью фантастики. Другое дело, если бы фантастика коснулась самого дорожного полотна. Специалисты поясняют, что большей застойкостью будет обладать асфальт с модифицированным битумом. В себе он содержит температуры плюсовые и минусовые, в которых битум будет адекватно работать. То есть он будет находиться в упругом состоянии. Он не будет замерзать, становиться хрупким и не будет, наоборот, таять, становиться сильно пластичным, чтобы дорога у нас не текла и, соответственно, хрупким, чтобы она у нас не трескалась. На Алтае он в качестве эксперимента появится уже в этом году. Но не в городе, а на отрезке федеральной трассы в Кулундинском районе. А те, кто не готов ждать инновации, действуют сами. Некоторые водители не стали дожидаться дорожников и сами заделали глубокие ямы на семи улицах города. Так, на кольце Павловский тракт Малахова автомобилисты при помощи подручных средств кирпичей заделали яму глубиной в 16 сантиметров. Заплатка, конечно, временная, но она поможет уберечь авто от дорогостоящего ремонта. Некоторые регионы Сибири уже взяли на вооружение кирпичный рецепт. И вроде как-то дело-то хорошее и нужное в условиях недофинансирования. Но есть большой риск, что такие временные меры войдут в привычку. И автолюбители все чаще станут брать целостность своих авто в свои руки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. С наступлением майских праздников заработал и речной транспорт. И на этот сезон у его владельцев большие планы. Как минимум восстановить пассажиропоток. Каким образом и насколько грузовая навигация готова к лету, расскажет Артем Гусельников. По Аби вновь ходят речные суда. Грузовой флот уже работал на реках Бея и Катунь. На днях совершил первый рейс из Барнаула. К началу сезона восстановили освещение, подготовили русло рек, чтобы в этом году перевезти миллион тонн груза. Грузовой флот отремонтирован основными перевозчиками, также нами. То есть грузоперевозчики основные уже вооружены, начинают возить грузы. Технический флот нашего района также произведен комплексный ремонт межнегавиационный. Путейские теплоходы восстановлены, работают на участках. А до конца мая на воду выйдут и земснаряды. Барнаульский район обслуживает 950 километров водных путей. От Телецкого озера до Камня на Аби. Одновременно с грузовым флотом на воду спустили и пассажирские теплоходы. Прежде всего хочется восстановить пассажирный поток. Падение в год пандемии было практически 50%. Поэтому хочется восстановить хотя бы то, что было. А было у нас до 100 тысяч человек. Для этого мы кое-какие шаги предприняли. Во-первых, сохранили тариф на уровне прошлого года. По некоторым направлениям даже понизили на 50%. Билет подешевел по направлениям близким к городу. Так добраться до пункта Садовод за 7 километров можно всего за 20 рублей. Что дешевле автобуса. Работают и туристические маршруты. Именно за их счет компания пытается заработать. Парк техники обновить мы, сами понимаете, не в силах на сегодняшний день. То, что мы сегодня имеем, это остатки советских времен. У нас корабли 84-85-х годов. И хотя заменить теплоходы пока невозможно, ремонт на них проводят почти каждые два года. В порту надеются, что ослабление карантинных мер и хорошая погода помогут наверстать упущенное за прошлый сезон. В планах компании организовать ночные рейсы и разнообразить программу за счет дискотек и гидов. Артем Гусельников, Николай Шелко. День с толком. Спасители леса из Змеиногорского района получили медаль за честь и мужество. Награду от Виктора Томенко. Семья Савиных, отец Виктор и его сыновья Алексей, Андрей и Роман не дали огню подойти к лесу. Вы наверняка помните эту историю. Тогда возле поселка Черепановск загорелась сухая трава. Глава семьи трактором вскопал землю, чтобы перекрыть путь огню в лес. Когда загорелся и сам трактор, сыновья вытащили отца наружу. Это и позволило избежать лесного пожара. Виктор Томенко вручил награды и тем, кто случайно оказался там, где нужна помощь, и профессионалам, спасателям и врачам. Очень много в крае таких людей берут на себя в ответственность и до приезда пожарных, или вместе с ними помогают ликвидировать опасность для жизни или здоровья наших земляков. Спасибо им тоже за это большое. В минувшие выходные на Алтае, как и во всем мире, встретили светлое Христово воскресенье. И прошли богослужения намного радостнее, чем в прошлом году, так как присутствовать на них прихожанам разрешили. Как в крае отмечали Пасху, расскажет Маргарита Гартунг. Глава региона встретил главный христианский праздник в Бийске. Святую ночь он провел в Успенском кафедральном соборе, одном из самых красивейших и старинных в крае. В ночь с 1 на 2 мая во всех алтайских храмах прошли торжественные богослужения. И в отличие от прошлого года, прихожане смогли провести праздник традиционно. В прошлом году, осознавая то, что храм был закрыт, люди находились в печали. И эту печаль они восприняли ответственно в этом году, чтобы иметь возможность приобщиться к празднику Пасхи не дома, а в храме Божьем, как это было всегда традиционно. И поэтому эта радость пасхальная, она особенно отрадна, что в этом году вот эта вот возможность, она воплотилась у людей. В день Пасхи прихожане приходили в церковь осветить куличи яйца. Во всех церквях каждый мог позвонить в колокол. А в соборном комплексе Иона Богослова даже установили специальный звонарский тренажер. Собрали куличи, покрасили яйца. Это делали наши бабушки, дедушки. И мы продолжаем их традиции. Эти традиции чтутся в нашей семье. И не просто как какая-то светская традиция, а именно с точки зрения веры. Впереди православных христиан ждет светлая седмица. Светлой будет и вся последующая неделя. И на этот период у церкви тоже есть рекомендации. Воздержаться от тяжелого физического труда и радоваться жизни. Маргарита Гартунг, Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Испанская рапсодия, латинский микс, ча-ча-ча и вальс. Каждый танец передает экзотический дух и свою заявку на победу. В Барноле прошел международный танцевальный фестиваль «Солнечный бал». Кто его участники и о чем они думают перед выходом, узнали наши корреспонденты. Испанская рапсодия на современный лад. Многие использовали именно этот ход. Уже 12-й год международный фестиваль «Солнечный бал» удивляет и поднимает планку, когда в одном зале собираются лучшие коллективы России и Казахстана. Больше 600 участников. Приезжают огромные коллективы, очень сильные коллективы, мощные. И каждый раз, когда они приезжают вновь и вновь и вновь, я вижу, как они растут, я вижу, как они расширяются. Это меня очень радует. Участникам от 5 лет до 18. И все соревнуются по направлениям парной танцы, бальной и танцевальной шоу. Оценку ставят в системе 3D. Имидж, артистизм и техника. Эти показатели и влияют на выход в финал, а там как на Олимпиаде. Золото, серебро или бронза. Но сейчас нужно думать не о медали, а о нужном настрое. Я все время настраиваю. Я говорю, что прежде всего вы танцуете для себя. Для себя, потому что раз вы выбрали этот тип творчества, то прежде всего вы должны показать, насколько вы это сможете. Просто как будто в зале никого не существует и все. Не забывать про жюри, но танцевать в первую очередь для себя. Иначе как выдержать нон-стоп? Это был настоящий марафон длиной в 12 часов подряд, с которого многие участники и открывают танцевальный сезон. Анастасия Бертенева, Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи.